Александра Романцова, исполнительный директор правозащитной организации «Центр гражданских свобод» и соснователь инициативы «Трибунал для Путина» уже присоединилась к нашему эфиру. Александра, приветствуем. Добрый день. Александра, хотелось бы начать с того, что эту премию, которую мы сейчас будем обсуждать, получили правозащитники из Украины, Белоруссии и России. И вот ваше мнение услышать, хотелось бы ваши аргументы, возможно, «за» и «против». «За» и «против» выдачи премии? Ну, вот такому сочетанию. Да, тут надо очень чётко понимать, что эти организации действительно не являются представителями государств. То есть и мемориал, ну, вообще, международный мемориал, это тот, который представляют как организацию из России, является международным движением, и среди них, например, четыре украинских организации мемориала. Одесская, Николаевская, Харьковская правозащитная группа. В том числе был мемориал и в Мариуполе, и он полностью уничтожен вместе с городом. Поэтому здесь нужно просто понимать, что это не те, кто представляют государство, а уж тем более режимы Лукашенко или Путина. Это, наоборот, люди, которые в Белоруссии более 20 лет, в России более 30 лет, борются с любой автократией. И в том числе мемориал работает с памятью преступлений именно сталинского режима. И мы с вами очень много знаем о расстрелах украинских как культурных деятелей, так и других репрессированных людей за времена именно Советского Союза благодаря движению мемориала. Поэтому я совершенно не... у меня абсолютно нет претензий непосредственно к этим людям, но я прекрасно понимаю, почему в Украине люди абсолютно имеют право, знаете, как такой аллергической реакции на любое восприятие или любое объединение нас в одну корзину, что-нибудь белорусское, что-нибудь русское, что-нибудь украинское. Тем не менее, Нобелевский комитет, очень четко формулируя, за что наградил, говорит о ценности именно гражданского общества как основы демократии, именно такого общества, который критикует автократию. Вот поэтому, поскольку эти люди награждены именно за то, что они противостоят режиму Путина и Лукашенко, именно тем режимам, против которых у нас с вами война, то у меня сомнений в этих людях и в заслуженности этой награды нет. — Благодарю вас за то, что вы это разъяснили. Очень важно было это услышать и, возможно, также транслировать нашим зрителям из ваших уст. Также, потому что все они слышали, когда я вас представляла, с основателем какой инициативы вы являетесь. Для тех, кто только что присоединился, напомню, что она называется «Трибунал для Путина». Александра, а теперь хотелось бы также от вас услышать, насколько значима и важна в целом Нобелевская премия мира для правозащитников. Что она подтверждает, возможно, что она доказывает или какие позиции она укрепляет? Что символизирует конкретно для правозащитников и, возможно, для результата их работы? — Да, это Нобелевская премия, она называется «За мир и свободу». То есть это такая категория. И задача Нобелевского комитета в Осло, который касается именно Нобелевской премии мира, она выделить именно тот тренд, который поможет противостоять войнам и всем формам агрессии. И правозащитники, которые получили их в этом году, они должны были символизировать прежде всего роль обычных людей, которые взялись за то, чтобы удерживать стандарты прав человека, потому что именно эта система и является системой противодействия и предотвращения войн. И это очень четко видно на обществе в Беларуси и России и на взаимодействии в международной системе, когда мы видим, что несмотря на систематические и просто ужасные нарушения прав человека, например, в середине Беларуси или в России и вокруг России, она это демонстрирует не только в отношении Украины уже 8 лет, но и практически все соседи чувствуют определенное давление либо нарушение прав человека со стороны России. Так вот, несмотря на то, что это происходило, продолжалось активное взаимодействие экономическое с этими странами. Пусть с Беларусью полегче, но с Россией мы знаем, что там та же Германия просто стратегически построила свое обеспечение ресурсами энергетическими на взаимодействие с Россией. Несмотря на то, что Германия прекрасно знала про всех политзаключенных, про нарушение прав этнических меньшин, религиозных, в общем, про все те ухищрения в отношении независимой журналистики, оппозиционной политики, правозащитников, которые последние 20 лет просто уничтожали. И тот же мемориал в день анонсирования, то, что они получают Нобелевскую премию, у них забрали здание, которое находилось в их собственности, вместе со всем тем огромным архивом, более 3,5 миллионов кейсов про репрессии и расстрельные списки. И вы знаете, в том числе, вот Олес Беляцкий, в том числе, уже второй раз посажен в Беларуси непосредственно в тюрьму за свою правозащитную деятельность. То есть специфика именно в том, и на что и Нобелевский комитет хотел обратить внимание, и в целом мы хотим теперь транслировать, что права человека — это не место компромиссу, особенно за экономические какие-то блага или потенциальный профит. Потому что если ты пропускаешь, если ты спокойно относишься к тому, что кто-то нарушает права человека как целое государство, причём делать это систематически, как политика, то в этот момент это означает, что ты начинаешь путь к войне. И поэтому тут права человека должны просто быть возвращены как основной базис. Но и надо помнить, что права человека, они не досягаются раз и навсегда. Права человека — это процесс, это стандарт, который соизмеряет каждый закон, каждая процедура в любом государстве. То есть в целом этот концепт говорит о том, что права человека — это то, ради чего существует государство. Государство существует для того, чтобы реализовывать и защищать права собственных граждан и тех людей, которые находятся на их территории. Поэтому для нас это прежде всего, конечно, значит, что Украина, которая сейчас борется как раз за стандарты прав человека и демократии, борется в агрессивной войне в отношении себя, она становится таким флагманом непосредственным. И сейчас её поддержали и на Нобелевском уровне, как возможность этот голос повысить, сделать более слышимым. И, собственно, мы это будем транслировать. И роль Украины в данном случае всё-таки уже обновить систему, международную систему защиты прав человека, которая, скорее всего, предполагает и исключение агрессоров из мест, где они принимают решения, таких как УБСЕ или Совет Безопасности ООН. То есть здесь мы сталкиваемся с вызовом, но в то же время получаем вот такую поддержку. Ну и, в свою очередь, Александра Матвичук, руководитель Центра гражданских свобод, во время выступления, во время своей речи сказала, чтобы поддержать Украину, достаточно просто быть человеком. И она призвала остановить войну и помочь Украине. Давайте услышим её прямую речь и продолжим. Мы хотим, чтобы наши дети не были вынуждены проходить через войны и страдания. Мы должны взять ответственность, чтобы не перекладывать на их плечи то, что должны сделать мы, их родители. У человечества есть шанс преодолеть глобальные кризисы и выйти на новый уровень миропонимания. Пора взять ответственность. Мы не знаем, сколько у нас этого времени. И поскольку это Нобелевская премия мира во время войны, я позволю себе обратиться к людям в разных странах мира с призывом к солидарности. Вы не должны быть украинцами, чтобы поддержать Украину. Достаточно быть просто человеком. Скажите, пожалуйста, в данном случае это очень круто на самом деле, что отмечают и украинских правозащитников. Это очень круто, что слышат голоса украинских правозащитников. Но ведь мы же понимаем, что в целом вся эта работа по защите прав человека, она очень длительная, очень кропотливая. И вот если... Я помню, мы с Александром Матвичук уже давно знакомы еще с первых годов аннексии Крыма. Она постоянно была гостем наших информационных марафонов касательно Крыма, касательно тех акций, которые проводили в Киеве под посольством Российской Федерации. Это очень хорошо, когда доносится проблема Крыма из уст правозащитников в Киеве, в Брюсселе, на всех международных площадках. Но как это можно ускорить, чтобы это было не только изложено из уст правозащитников, но и, я не знаю, сделано? Понимаю, что очень трудные вопросы, очень трудно это все действие, но все же прекрасно знаете, что абсолютно все мы хотим результатов как можно скорейших. Да, тут, например, сегодня у нас была встреча с шведским парламентом, и была возможность обсудить те формы, в том числе и нюансы помощи Украине сейчас в момент войны. Один из них — это, например, сохранение культурных ценностей. Вы знаете, что Крым и крымско-татарская культура очень сильно страдают сейчас, особенно так званая реставрация Бахчисарайского дворца, которая, по сути, приводит к его разрушению и остальные вещи. То есть, вот смотрите, действительно, правозащита — это игра в долгую. То есть это то, что ты, скорее всего, люди, которые будут пользоваться результатами твоей работы, не будут даже помнить о том, кто за неё боролся. То есть мы с вами имеем свободу слова сейчас и равенство, например, социальное, и воспринимаем это как что-то разумеющееся, само собой. А вот на самом деле были люди, которые в своё время страдали и боролись за то, чтобы это было так, как есть. Вот то же самое, и все правозащитники об этом знают. То же самое со стандартами прав человека в Украине здесь и сейчас. Мы можем рассчитывать прежде всего на обычных людей. Очень часто люди в странах говорят о том, что ну это работа политиков, ну это работа дипломатов, ну это вот они решают, это они делают, но на самом деле нет. Обычные люди способны на многое. Это самая большая сила. Особенно в европейских странах, странах демократии, там, где именно те, кто голосует, определяют поведение и основное направление работы политиков. И мы видим это прекрасное изменение. Например, снова-таки приведу в пример Германию, где журналисты очень много вложились в то, чтобы разъяснить, почему Украину нужно поддерживать, и не просто на словах, а в том числе и оружие. Вот поэтому здесь очень важно понимать, что это вот такое дело, в которое должны быть включены все. И действительно для этого достаточно быть человеком. Без власти, без позиции. Нужно быть просто человеком, который понимает важность прав человека и мира на земле. И того, что в момент, когда большая агрессивная страна нападает на другое сообщество, которое хочет просто жить демократически, да, ты должен в это включиться. Деньгами, поддержкой, распространением информации, гуманитарной помощью, в том числе обращением к своему собственному правительству. Всё это работает, когда это делает много простых людей. И тогда происходят просто уникальные вещи. Я хотела бы ещё одну цитату представить нашим зрителям и с вами обсудить. Путин и его приспешники буквально начали переписывать историю сразу после своего прихода к власти, что в конечном итоге привело к преступной войне против Украины. Об этом на церемонии вручения Нобелевской премии сказал председатель общества Мемориал Ян Рачинский. Давайте его услышим и продолжим. И вскоре после прихода к власти Владимира Путина новое российское руководство и его идеологическая обслуга начали яростные и агрессивные войны памяти против соседей Эстонии, Латвии, Украины, в полной мере используя при этом старые советские стереотипы и ярлыки. Конечно, это делалось отнюдь не во имя исторической правды, а ради собственных политических интересов. Кончилось тем, что борьба с национализмом и бандеровщиной стала идеологическим обоснованием и пропагандистским обеспечением безумной и преступной захватнической войны против Украины. Ну, напомню, что самого мемориала уже в России как таковой нет, в принципе нет, и объявлен он как иноагент. Ну, как мы понимаем, кого объявляют, по крайней мере, сегодня иноагентом в России. А как вы считаете, российские правозащитники или правозащитники некогда из России, могут ли они присоединиться к работе над таким важным процессом, как трибунал для Путина? Да, здесь я должна немножко поправить. Смотрите, мемориал — это огромное количество организаций. Ликвидированы две из них. Это международный мемориал как сама организация. Но кроме этого, там больше двух десятков разных форм мемориалов в России. Они продолжают свою работу. Понятное дело, что многие должны были выехать из-за уголовных преследований в целом. Понятное дело, что Россия пытается уничтожить, уничтожить архив — это то, о чём говорил Ян Рачинский, собственно говоря, о том, что Путин пытается манипулировать памятью для того, чтобы оправдывать свои агрессивные действия. Поэтому им не нравится мемориал, который эту память возвращает в реальном абсолютно историческом контексте. И надо очень чётко понимать, что Путин действительно это делает системно. Он очень давно закрыл. Вот в Украине открываются по времени КГБшные и НКВДшные архивы. А в Белоруссии и в России они закрываются. И тот же мемориал, у него была возможность работать, например, с архивами в Украине. А для того, чтобы хоть какие-то архивы получать в России, им нужно было вести судебные дела, спаривать это прямо в судах. Сейчас это вообще совершенно невозможно. Так вот, здесь действительно очень-очень важный такой момент, что и российские, и белорусские правозащитники на всех встречах и, по сути, всегда говорят о том, что если вы хотите помочь Беларуси или России стать демократическим государством, помогите победить Украине. Потому что они работали и поддерживали нас с 2014 года. В те места оккупированные, в которые не могли приехать мы, мы просили делать миссии как раз наших русских и белорусских коллег, которые тоже с определенным временем, конечно, как бы так званые ЛДНР власти, они поняли, что им вредят. Поэтому они тоже их в какой-то момент забанили. Но, тем не менее, у нас было два года для собирания информации с их стороны, которую мы получали, и в том числе о военных преступлениях России на Данасе. То есть они уже с нами сотрудничают. И для них процесс международного трибунала над Путиным, Лукашенко, теми, кто задействован в отдавании таких приказов, которые приводят к военным преступлениям, то политическое руководство, которое приняло решение вот этой агрессивной войны на 8, ну уже на 9 лет, практически для них это абсолютно их цель, потому что только тогда они смогут в своей стране постараться действительно сделать, ну, во-первых, первое, это раззомбирование, потому что это будет требовать многие годы деноцификации. Во-вторых, деколонизацию, не так, политику деколонизации в отношении и деимпериализации России, потому что всё это они прекрасно видят и видят, каким проблемам это приносит. А Беларусь ещё и мечтает, конечно же, освободиться от этого русского давления, которое Лукашенко, собственно, и допустил в стране, ну и фактически там происходит оккупация. Кстати, по поводу Беларуси. Ведь белорусский правозащитник не смог присутствовать на вручении. И вместо Олеси Беляцкого, которая сейчас находится в СИЗО, на Молевскую премию мира, получала его жена Наталья Пинчук. Во время своего выступления она цитировала высказывание мужем и сейчас это услышит. Я докладно ведаю. Я точно знаю, какая Украина устроит Россию и Путина. Зависимая диктатура, такая же, как сегодняшняя Беларусь, где голос угнетённого народа игнорируется и презирается. Эта награда принадлежит всем моим друзьям-правозащитникам, всем гражданским активистам, десяткам тысяч белорусов, прошедших через побои, пытки, аресты, тюрьмы. Эта награда принадлежит миллионам граждан Беларуси, которые встали и вышли на улицы и онлайн, чтобы защитить свои гражданские права. Она подчёркивает драматическую ситуацию и борьбу за права человека в стране. Очень показательно, кстати, что Наталья в своей речи, конечно же, вспоминала Украину, что она говорила абсолютно не только о Беларуси, чья судьба, конечно, вероятно, естественным образом её заботит, ну, вероятно, куда больше. А как вы считаете, наступит ли когда-то, возможно, несколько философский вопрос, но наступит ли когда-то такой момент, когда права просто будут, когда не нужно будет их высиживать в тюрьмах, когда не нужно будет за них предварительно страдать, вот так тяжело и сильно бороться, когда они просто будут? Ну, в принципе, результатом наших страданий и борьбы должно быть именно это. И я действительно очень надеюсь, что такие люди, как Олесь Беляцкий и Олея, его прекрасная жена, они действительно будут уважаемые, они не будут переживать о своей безопасности и смогут продолжать ту философскую работу, которая критично нужна новой Беларуси для того, чтобы найти свой национальный путь и для того, чтобы своё развитие продолжать и стать нам нормальным соседом, а не территорией, на которую забирают наших пленных, пытают и из которой нас стреляют. Для нас это тоже большая, ну, как бы большая была бы поддержка, если бы вместо вот этой марионетки России, у нас был нормальный независимый сосед, который так же, как и Украина, имеет проблемы с этими имперскими амбициями Российской Федерации, и это было бы действительно идеально. В то же время мы прекрасно понимаем, что просто так этого дождаться невозможно. Это возможно только выбрать, то есть мы можем только сражаться за это, и Украина это показывает. Спасибо за то, что вы присоединились к нашему эфиру, за ваши комментарии. Напомню, что мы тему правозащитника в целом обсуждали с Александром Романцовым, это исполнительный директор правозащитной организации Центра гражданских свобод, сооснователь инициативы Трибунал для Путина. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова